Прекрасный человек на красном диване Прекрасный человек на красном диване Поехал в Москву на неделю в 91 году И застрял там на 26 лет Действительно очень много людей, я вот таких знаю И я тоже знаю некоторых людей Вот сижу, я тут такая Ну слава богу, все вы вернулись Да, мы возвращаемся, это главное А, то есть книга была написана Видимо уже в Москве начали писать Соскучились В Москве был такой период с 2001 года по 2007 год Так получилось вот в этот период Я не приезжал в Ереван Хотя до этого и после этого Очень часто бываю в Ереване И вот эта ностальгия Соскучился по Еревану Это выплеснулось в эту книжку В эти 6 лет была какая-то особенная, наверное, ностальгия, да? Да, особенно Ну слушайте, это здорово Вот когда архитектор начинает писать Вот, Маша, ты не начала писать книгу В отличие от Ашата Всем повезло Потому что слог у меня не ахти Ну, не надо, не надо прибедняться А о чем книга-то вообще вот? Книга называется «Наш Ереван» Она могла называться как у Гелировского, если помните, книжка «Москва и москвичи» И жанр этой книжки абсолютно такой же То есть он определяется как бытописание Книжки написаны о нашем Ереване О сооружениях нашего Еревана архитектурных О наших дворах, где мы играли Об играх, которые мы играли в наших дворах О школах и о ереванцах, конечно Вот оно как Скажите, пожалуйста, как я понял, книга такая свежайшая И мы откроем маленький секрет Завтра будет презентация этой книжки Вот неспроста к нам Ашата Витясян пожаловал Расскажите, пожалуйста, где будет презентация, во сколько будет презентация? Презентация книжки будет завтра, значит, пятница в 20.30 По адресу Магера Макарчана, 10 Там находится замечательное место, которое называется Мирзуян Градаран Ага, библиотека Не совсем, не совсем, да Там библиотека-фототека, скажем так И библиотека, там собраны книжки именно про фотографии И, кстати, будет выставка фотографий Называемая Ген Ереван Ага, то есть не только вот события конца 70-х, 80-х, о чем книга Но еще и даже более такие древние фотографии Не, фотографии, я как понял Это, ну, организаторы сам Кентрон Значит, молодые фотографы современные Был объявлен конкурс Я боюсь точно сказать, потому что, значит, согласно конкурсу Вот фотографы нашли в нашем современном Ереване Старые уголки И вот по итогам этого конкурса, по-моему, 20 фотографов Будут представлены на этой, как бы, завершающей выставке Ну, что ж, это здорово, потому что старого-то Еревана, в общем-то, все меньше и меньше остается в нашем городе Ну, слава богу, он живет еще в фотографиях А вот скажите, пожалуйста, вы как архитектор Вас столько лет не было в Ереване Изменился город, конечно же В лучшую ли сторону? Ну, я скажу так Что-то делается в городе очень хорошо Что-то делается очень отвратительно Есть и то, и то Так В такие времена, можно сказать, перестроив, реконструкции Ну, много бывает У нас такого, наверное, не было На всем постсоветском пространстве Такого опыта, как рыночные экономики и так далее Много рынок, как бы Сделал так, чтобы Чтобы что-то Делается то или иное Да У нас была пара социалистическая экономика, где все планировалось Сейчас, к сожалению, рынок диктует Поэтому А можно вопрос? Да Вот вы архитектор Да Вот скажите, пожалуйста, вам не поступало предложений О каких-то архитектурных изменениях Еревана Либо дополнениях и так далее И поступало, и поступает И будет Я буду очень рад Чтобы Принять участие В проектировании Современного дела Но не делали пока Или есть Не, ну у меня были проекты еще в 80-х годах Хотя из этих Построек объектов Сейчас ничего не осталось Все они Переделались Ну да, да, да Это веяние времени надо, конечно Как-то подстроить Мой первый объект Если помните На проспекте Ленина Был магазин Детской книжки Сказка Наш прославленный футболист Сергей Бондаренко Когда мы с ним ходили по поставщикам Тех, кто имел отношение Значит, ну, строительству этого объекта Там материалы и так далее У него везде был прямо зеленый свет Ну еще бы Да Как говорится Космонавтов Конец 80-х Да, еще были Славные времена Ората 73 Это тоже был какой-то очень интересный Мы молодые Так рядом с ним Ну, магазин, я думаю Действительно удался И удалось все то, что мы Как бы намечали А это для архитектора Это самое Самое Да, важное Да, важное Скажите, пожалуйста Вот с архитектурной точки зрения О чем вы больше всего сожалеете Вот то, что исчезло в Ереване За последние 20 лет Человеческий масштаб города Ну, это само собой А вот с архитектурой С архитектурной точки А, то, что Да, да Ну, самая большая боль Это утрата дворца молодежи, конечно Кукурузника Да Тот самый Да Ну, вот очень многие Люди, кстати А может быть Возродить этот проект Хотя, наверное, уже поздно Это у меня такие Утопические идеи Вдруг возникают Утопические Весьма Да, зачем было разрушать Да, вот зачем Спрашивается У нас почти такая же история Вокруг аэропорта нашего Если вы Да Да Вот я хотел На самом деле Об этом спросить В принципе, конечно Как человек Который летает Достаточно часто У нас очень удобный аэропорт На данный момент Если сравнивать С другими странами И так далее Но все-таки Наше старое здание Было изумительно красивым И если я не ошибаюсь Наше здание Было второе По красоте Да Из всех Это я тоже помню Потому что Первый Ворли Было И вот второе Наш Аэропорт Именно поэтому Поляки приезжали сюда И снимали Фантастические фильмы В нашем Показывали будущее Сделайте Сделайте Пожалуйста Нам тоже Такой же Аэропорт Можно Перенести Разобрать По кирпичикам И Петропавловки Сейчас нам будет Вип-зона Да По-моему Или что То есть Я не могу сказать Точно Ну Делается все Чтобы Все-таки Сохранить Да 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 Это я Слышал И немножко Знаю Да дай бог Дай бог Архитектурная Общественность Этим Очень серьезная Московская Вышла книжка Очень хорошая Кстати Недавно Карена Баляна Я не знаю Про наши аэропорты В Москве Была здесь Презентация Там тоже Мотивируется Почему Это надо сохранить Ну вот Давайте вернемся К вашей книге Я честно говоря Прочитал ее Очень внимательно От корки до корки И вот Знаете У меня такое ощущение Хотя в 80-е Был здесь Но возраст Мне как-то не позволял Прочувствовать все это Посидеть в тех Самых злачных местах О которых вы написали И вот сейчас Когда я читаю У меня вот действительно Тоже такая ностальгия Появляется И так хочется Вернуться туда И вот Все вот это Восполнить Сейчас вот Изменилось Вот вы говорили Как раз О человеческом факторе Что-то поменялось И наверное Все-таки Не в положительную сторону Я бы не ограничивал Так Положительно Отрицательно Во всем Во всем Вообще Можно найти Положительные Какие-то моменты Например То что касается Тех же Злачных Заведений Да Они Ну можно было По пальцам Посчитать Все мы их помним Спасничок Поплавок Уголок И так далее Козырек Козырек Обязательно Конечно Если сейчас Посмотреть Вот этими глазами Туда Да В те годы Ничего особенного В них не было Кофе Где-то хачапури Где-то Шампанское Пиво Очень такое Наверное Это было На западе Сейчас такое Определение Третье место Первое место Это дом Где человек Проводит время Второе место Это работа Где большее время А третье место Это где человек Общается И скорее всего И точность И скорее всего Ценность этих заведений Была в том Что это было Местом общения То есть У этих заведений Были свои завсегдата И были свои традиции Это действительно Это так Но вот Многие эти объекты Они и сейчас существуют Как бы Но их как бы Облагородили Они потеряли весь И они стали называться Объектами Что самое главное Главное И тот же козырек Который мы все помним И поплавок Они и сейчас есть Но что-то поменялось Как-то не тянет туда Вот просто Поплавок Как раз На мой взгляд Из этих всех Объектов Единственный Который смог И дальше Папа будет счастлив Когда ему пришел Эту книжку Конечно Слушайте Я вот принес Прочитал Потом и отец И мама Сейчас читает Так что На расхват На расхват Я так думаю Все те Кто живут Далеко И очень хотят вернуться Или которые возвращаются Но им приходится Уезжать Они будут просто Счастливы Иметь такую книжку Дома Это точно Я вот когда прочитал Еще заметил Что вот действительно То что конкретно Изменилось И уж точно Не в хорошую сторону Так это вот Ситуация во дворах Потому что во дворах Действительно было Намного больше общения Сейчас дети Ну практически Вообще Никто вот в футбол Даже не играет Не говоря уже От других игр Там им говоришь Горд за горд Они так смотрят На тебя Что за игра Что такое Потому что Ну пропало Вообще все Это такое понятие Даже как беседка Но еще Слава богу Остаются они Ну я уверен Лет через 10 Это вообще Сейчас это фейсбук Да Тут здесь уже Не вина На города Здесь уже Вина того Что технологии Ну я вот даже Не знаю Кстати Вы не в курсе Вот например В Тебелисе Такая же ситуация Не в курсе Честно Не в курсе Мне так интересно Ну потому что Они по менталитету Были близки Вот наши дворы И грузинские Ну сейчас бы Интересно было бы сравнить Ну вот когда Я приехал Мне было 9 лет Когда я приехал Жить в Москву И говорил Давайте поиграем Горд за горд На меня смотрели Внимательно Не пончу Я от них хочу Вот А у них В России Это просто называется Ой забыл Как в России Это называется Город за город Нет Город за город Это у нас так называется Нет Не лапта Ой забыла слово Ну да бывает Ладно Можно Выбивалки Вышибалы Вышибалы Но первый раз А я почему-то думал Что город за горцы Дословные переводы Не 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 Вышибалы Все правильно Да А у вас какая Кстати была Любимая игра Холл А вот там Вот нужно было Мастерство Это вам не Какие-нибудь Там эти самые У меня точно Не получалось Спиннеры я вам скажу вчера значит мы со своим другом кстати я хочу сейчас поблагодарить моих школьных друзей корюна и вазяна и рузанна по суд благодаря которым это книжка просто было издана я ее написал рассказывал я говорю 2005 6 год и в 2014 году они просто принудили меня привести ее в полиграфии классический вид и берева не сдали эту книжку они так вот вчера мы с корюном приобрели здесь наверное сажи пол для нас это было удивительно что они здесь не просто сувенирные а даже для игры с веревочкой все как нужно железом да ну конечно вчера потренировались рука вспомнила это так что будет возможность как раз на презентации презентация будет не столько книги а сколько будет вечеринка друзей которые встретиться многие наверное даже друг друга не встречались потому что сейчас некоторые вернулись кто из москвы кто из америки и так далее сейчас они летом находятся здесь так что будет возможность и в резинку поиграть и йоткарь можно и от к а у меня знаете какая была идея ну может быть несколько такая бредовая вот открыть какой-нибудь игра игровой центр и собрать старые игровые автоматы только вот где их найдешь ну может быть если пан пансионата посмотреть прокрутиться по армии морской бою вот так вот там танки ружьишкой 10 миллиметр тетрис подарю нет спасибо это было задолго до тетриса до задолго в москве есть прям на арбате создали небольшое помещение чтобы вы говорите серьезно ухты и пользуется популярность очень на старом арбате на старом арбате а ведь у меня лет пять назад очень мне просто да мне просто сказали да ты не найдешь аппараты можно найти ну что ж будем работать в этом направлении если мы волна шли видео а мастера то остались ну вот мы в свое время играли ага вчера мы немножко потренировались прямо здесь на вернемся рука помнит да все этим пойдем я буду бьет хариград и в классике ты в резиночку давай начни вот с азов не надо не подвергать опасности для самых активных участников презентации будут такие же очень оригинальные призы не буду раскрывать секреты какие но здесь увидите а что то витязь он приглашает всех нас завтра во первых посетить презентацию давайте еще раз напомним адрес мэра макарчана 10 это совсем недалеко вот и если он открою кино еревана да просто играть и от бывшего кино ереван это да вы считаете заблудиться невозможно маршер с холина цена если не ошибаюсь ну что то такое в общем давайте старыми этими будем обозначениями все назвать ну что ж сегодня все на презентацию а я вот не зря делаю вот эту маечку я вас тоже приглашаю 12 13 числа знаю что вы любите рок-музыку на фестиваль рок-рока в цахкадзоре приезжайте обязательно будет здорово интересно называется rock fest epic 2017 множество групп будет выступать из армении из грузии из европы даже вот но если вдруг даже не сможете приехать обязательно посмотрите будет прямая трансляция hd studio это нам гарантирует приезжайте будет здорово устроим вот сток вот такой вот вот ну что ж снова всем напомню в гостях у нас был архитектор и писатель да писатель потому что вот скромничает ашот говорит нет я просто архитектор нет писатель тоже вот когда книгу купят примерно там 30 тысяч экземпляров тогда обнашу скажет все я писатель так это запросто а что-то витязан у нас был в гостях спасибо вам обязательно посетим завтра мероприятие ну и приходите к нам почаще на следующий книжка то я уверен за что что-то у вас еще там такое намечается много чего намечается будем вместе работать ну что же всегда ждем всегда спасибо что пришли нам было очень приятно с вами побеседовать и естественно желаем вам удачи и завтра если для вас это первая презентация и много-много-много самых лучших презентаций спасибо всего самого хорошего и нам и нашему городу еревану вот давайте как раз таки да и песню прямо сейчас послушаем и мы ереван исполняет наш любимый известный всем ереванец форш вот так вот ну чтож доброго всем говорим еще мы с вами не прощаемся